Народная театральная студия «Твид» известна видновчанам своими комедийными спектаклями. Однако трибунал, поставленный по пьесе Андрея Макайонко, – настоящая военная драма. На его премьере собралось около 200 человек. Трибунал, мне кажется, это в год 75-летия победы. Это очень хорошая возможность посмотреть на серьезную работу театральной студии «Твид». От привычных героических драм трибунал заметно отличается, но спектакль хорошо отражает тему трагичности войны. Зима 1942 года. Семья пастуха по прозвищу Колобок живет в оккупации, когда его назначают в старостой деревне. И царю такой власти не давали, как ему. Закончит – казнит, захочет – побелует. Я же я, естественно, разрешу ему побеловать. Конечно, для родных эта новость становится настоящим ударом, и предательства они простить не могут. Они в райцентре, 80 детейщик еврейских, в грузовик погрузили, голенький мир, в такой мороз в лес не везли, расстреляли. А ты что же будешь им теперь? Патроны подавать, да? Сын старосты, роль которого доверили актеру молодежного состава «Твид» Даниле Крупскому, больше других злится на отца за предательство. Он не присчитает вместе с плачущими сестрами, он готов отречься от родителя. У других хоть по принуждению становились, а ты при людях добровольно согласился. Да как же мне теперь на улицу-то выйти? Как мне теперь людям в глаза взглянуть, а? Пьеса «Трибунал» была одной из любимых у режиссера спектакля Ларисы Кейлис в студенческие времена, поэтому в год 75-летия Великой Победы она решила его поставить со своим коллективом. Эта тема патриотизма в наше время сейчас очень актуальна, и неприятие нацизма тоже. Поэтому об этом надо говорить, и молодежи нужно знать об этом. Свою родину, где ты родился, надо любить, защищать всеми своими силами. Спектакль у зала плодировал стоя. Многие зрители выходили с премьеры со слезами на глазах. Спасибо, ребята. Огромное спасибо. Вы не даете забыть то, что я человек своей страны. Следующий показ «Трибунала» состоится 4 апреля. Театр «Твит» будет подтверждать звание народного коллектива. 25 апреля молодежный состав театра представит спектакль «Обелиск» по пьесе Геннадия Мамлина, также приуроченной к юбилею Победы. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.